В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неотдалимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от коричневой чумы. Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта, той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере. Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестер, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях на фронте и в тылу. Но тогда, в 1941-м, впереди было еще четыре года самой кровопролитной войны. Она бела по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологий нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура!